Всем привет! Вот, прежде чем дальше вам рассказать про технику боя или про технику работы с топором Атам и Кин вот, я сделаю небольшое такое вступление, акцент связанный, может быть, с использованием его в практике, в реальных условиях потому что я уже давно живу такой жизнью, которая мне нравится и несмотря на свои 40 лет занятия единоборствами, топорами и так далее я хочу передать только тем респондентам, кто со мной в контакте именно реальные аспекты, связанные с топорами, боями на топорах, выживанием и вот в связи с этим я сейчас продемонстрирую вам в этом видеосюжете именно технику, которая поможет, возможно, вам в течение тех моментов когда будет суперэкстремальная ситуация ну вот, сейчас где-то 2-4 градуса тепла, очень большая влажность поэтому я немножко, так сказать, расслабился тут ячейок и специально делаю вам такой сюжет он связан с тем, что вот у меня в руках великолепных книжек генерала Сергея Баленко про выживание связанное с аспектами выживания в различных совершенно климатических условиях и так далее там уделяется много внимания, связанного с выживанием на природе с работой копьем, острогой, ножом и, в общем-то, в связи с тем, что, поскольку у нас основное оружие это топор выживания там и кин я вам покажу его колоссальные преимущества в сравнении со всеми другими видами холодного оружия мы в предыдущем сюжетах видели вы технику которая связана с базовой техникой моего сына вы видели технику мастер-класса вот, я хотел бы сконцентрировать на сегодня сюжеты, связанные с колючем, с копьем, с уколами которые возможно делать с помощью топора Атама Кин вы увидите не только боевую технику но и увидите выживание, особенности охоты и я вам продемонстрирую в конце этого фильма именно боевое использование топора Атама Кин как копья дротика вы это увидите я хотел бы еще два момента сказать, что использование именно топора, как копья связано, ну конечно конечно же это в первую очередь с охотой, связано с защитой но оно возможно не только в условиях реки вот здесь, например, мы находимся в национальном парке здесь очень много рыбы лососи там всякие, тонкие очень много рыбы это вот сейчас я вам продемонстрирую в сюжетах вы увидите какое количество здесь вот в этом национальном парке рыбы и я покажу вам, как, в общем-то, с помощью топора Атама Кин можно легко добыть везде прокитание именно на крупную дичь, на крупную рыбу конечно же, это очень хорошо можно продемонстрировать находясь на островах или находясь в каких-то других экстремальных условиях ну в джунглях там, где есть обилие дичи или где вы проявляете свое мастерство итак, смотрите этот сюжет особенно концовку в плане боевых применений топора Атама Кин как дротик смотрите, мы находимся в стесненных условиях да, в условиях, когда замах топора и работа восьмерка очень тяжела конечно же, здесь, в таких условиях работа с копьем, работа с ножом наверное, возможно, эффективнее но, посмотрите, что может делать топор Атама Кинг вы можете в этих условиях, когда есть трудный замах вы можете также использовать технику, связанную с уколом это, конечно, очень маленькая шпилька вы в конце фильма увидите более серьезное оружие но, тем не менее, я вам хочу сказать, что топор Атама Кинг универсальный для различных средств и для проходов, для пещер, для там, где невозможно замахнуться топор Атама Кинг может принести вам колоссальную пользу более того, если, например, вы попали в ловушку, особенно при пистогенной катастрофе что вы можете сделать, например, с копьем, с мечом, с ножом конечно же, вы бетон не проколупаете, не разрушите для того, чтобы выбраться топором вы можете шаг за шагом разбить бетон и выбраться из условий это что связано с техникой работы топором как уколом с техникой топором, связанной с выживанием с разбиванием той, скажем так, замурованности в которую вы попали вследствие какой-либо катастрофы конечно, нож тоже нужно иметь, но топор Атама Кинг эффективнее любого другого вида оружия для условий выживания, защиты и боя смотрите следующий сюжет я сейчас вам покажу рыбок, которых можно с помощью топора и с помощью остроги, вот даже такой вот, видите, деревяшечкой я вам это продемонстрирую так можно совершенно спокойно сделать не то, что суп из топора а ушуху это точно посмотрите, сколько здесь дичи посмотрите, какие уточки плавают, фелезни а вот теперь посмотрите, какие рыбы вот, сейчас вы увидите видите, я его легко достану вот, эту рыбу я легко достану не говоря уже про то, что с помощью топора с помощью вот такой вот элементарной, сделанной из деревяшки и закаленной остроги я могу достать вот таких вот рыбок видите, вот я продемонстрирую, как это делать с помощью топора вот так вот и так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Допустим, копье, или вы сделали это из подручных средств, делали, как первобытные люди, копье из дерева и так далее. Чем отличается топор Атамой Кинг? Дело в том, что для того, чтобы вам пронзить копьем кого-либо в какой-то дистанции, вам необходимо приложить усилие, чтобы оно воткнулось. У топора Атамой Кинг существует естественный утяжелитель в виде самого топора. Поэтому, когда вы вставляете вот такой полышек, или вот он сделанный специально для добычи, для атаки, неважно на кого, вы либо защищаетесь, либо, ну в данном случае мы говорим про добычу рыбы. Вот. Так вот, топор есть естественный утяжелитель. То есть усилий нужно прилагать намного меньше для того, чтобы пронзить добычу. Чем вы, положим, возьмете хорошее копье, попробуете воткнуть, да, как в рыбу. Вот такой топор пронзает вот таких вот карпов, вот с такой простой совершенно деревяшкой, да, но для того, чтобы эту деревяшку, естественно, сделать, вам лучше взять либо зажигалочку, да, вот, либо спички, и ее немножко подколить, подкоптить, чтобы смола и влага ушла, и тогда она становится очень твердой. Когда рыба на ней уже держится. Теперь, поскольку мы говорим о уколе, о технике укола и, в частности, для добывания себе пищи при условиях выживания, в тайге, в джунглях, еще где-то, что я вам рекомендую? Я рекомендую вам в качестве самого простого приспособления, вот, сделать такую острогу. Дальше что, взять веревочку, вот веревочку вы привязываете топор, или за темляк, или за любое другое, вот, вы привязали топор сюда, да. Дальше что, я рекомендую, поскольку, ну, я всегда везде ношу с собой вот проволочку, привязать так же шнуром, привязать саму вот эту вот острогу. То есть, получается, что у вас топор привязан к веревке, у вас привязана вот эта вот острога, конец, либо отдельно вы можете на леску привязать, ну, я делаю это вместе. И получается, что, когда вы привязанная шнуром острога и топор, веревке конец вы можете привязать к дереву, либо к своему поясу, либо вот у меня есть специальная такая вот, железяка, да, карабин. И дальше вы втыкаете совершенно спокойно в эту рыбу, в большую рыбу. Это может быть акула, это может быть крокодил, это может быть любое другое добыча, которую вы с помощью топора Атамы Кин, в силу того, что он имеет утяжелитель, естественно, да будете намного быстрее, чем с копьем, потому что вот этот топор пронзает в силу тяжести намного эффектнее, сильнее, чем любое копье. Копье легкое. Вот, смотрите дальше, я вам покажу уже следующее, очень боевое видео, где я вам покажу реальное использование топора Атамы Кинг в качестве, с помощью боевого дротика. Сейчас вы увидите, может быть, не в этом водоеме, в другом, много рыбы, которая легко добывается вот с помощью такого приспособления. Обычно, да, еще я хотел сказать, что в деревяшке я обычно делаю дырку. Вот, вы видите, здесь небольшое отверстие, и вот, если я возьму, пропущу через него проволочку, вот, посмотрите, видите, то я легко закреплю, и эта палка, она никуда не денется, она будет очень твердо сидеть в рыбе. Если вот с помощью вот такого копья мне нужно очень много усилий, чтобы пробить рыбу, особенно крупно-чешуйчатую, то с помощью топора, поскольку здесь, я подчеркиваю, есть утяжелитель, рыба эта пробивается намного легче. Она в 10 раз, в 5 раз сильнее проходит практически насквозь. Но я не стану здесь бить рыбу, потому что это национальный парк. Но поверьте мне, когда у вас придет время, и вы вспомните о том, что вот такое оружие есть, вы почувствуете, что нет, может быть, ничего лучше его. Смотрите следующий сюжет, уже боевое использование копья дротика от Амай-Кун. Итак, я вам показываю серьезную технику, серьезное оборудование, которое связано с реальной охотой. Вот примерно так нужно охотиться с топором от Амай-Кинг, для того, чтобы поразить серьезную добычу. Я вам это демонстрирую в качестве просто показа, но скоро вы увидите реальные фильмы, как примерно в таком одеянии с топором от Амай-Кинг, мы берем крупную добычу. Итак, посмотрите, что у меня. У меня дротик, который вставляется вот в это отверстие, и он легко вынимается. Это очень серьезный вид оружия. И вот сейчас я вам его немножко продемонстрирую. Итак, посмотрите сюда. Значит, что тут сделано? Здесь сделана пружина. Вы видите ее, да? Для того, чтобы она амортизировала. Здесь у меня вот такая зазубрина, или вот такой клык, который сделан по типу пропеллера. То есть, когда он входит в добычу, он крутится. И таким образом, когда он пронзает этот маленький дротик в добычу, и он врывается в нее, то, когда он вырывает, он вырывает все смертельно, подчеркиваю. Это серьезное оружие. Дальше что? Он очень просто крепится. Он крепится, что называется, на честном слове. Он держится достаточно плотно, но в то же время он не выпадает. Вы можете трястись, прыгать, бегать и так далее. Он не выпадает. И он вонзается очень мощно. Для того, чтобы здесь, ну, я уже говорил, что для охоты серьезной, я предлагаю вставить этот дротик отдельно на отдельную леску, или на отдельную веревку, которую вы крепите к стационарному дереву, либо к поясу. Вот так же, как и топор. То есть получается, что топор летит вместе с этим дротиком. Дальше этот дротик вонзается, остается в добыче, и дальше либо разматывается леска, и он уходит с этой добычей вместе. Потом вы ее достаете. Можно, конечно, сделать этот флажок намного больше, чтобы он, так сказать, уже встил. Но я скажу, что вот такого флажка достаточно для того, чтобы добыть либо крупную рыбу, либо крупную дичь, либо нанести смертельную травму. Такую, что, например, кабан, косуля, олень, даже лось. Дальше, ну, не знаю, полукилометра после того, как этот дротик он вырвал, он не пройдет от потери крови. Итак, что я хотел дальше сказать. Значит, у меня таких дротиков два обычно. Ну, вот, я сейчас вам все покажу. Понятно, что вот это вот, это подручное, смешное, так называемое, использование дротика, да? А вот это уже более серьезное. Это реальное боевое оружие. Что я могу сказать? Для, например, простой охоты, защиты, простой гвоздь, штырь, так называемый, нержавейки, вот он втыкается, вы можете кидать, топор у вас на привязи, штырь этот остается. Он в то же время не выпадает, тут небольшая такая зазубрина есть на конце, он вставляется и, ну, я не буду портить дерево, но втыкается он напрочь, подчеркиваю, потом этот штырь не вытащить. То же самое в двуногого противника и так далее. Значит, я рекомендую для серьезной охоты над топором, значит, иметь вот, ну, какой-то цветной красный шнур. Почему? Потому что, когда вы втыкаете животное, оно убегает, вырывает эту леску. Вот, кстати, у меня здесь вот усилие, вот на этот металлический поводок, где-то 250-300 килограмм, то есть вырвать его невозможно. Вот, ну, это тут сделано уже достаточно серьезно. Этот дротик уже побывал в реальном использовании. К сожалению, тогда у меня не было видеокамеры, поэтому я вам показать это не могу, но скоро в наших сюжетах вы это все увидите. Что я еще хотел бы сказать в дополнение? Вот для того, чтобы этот набор, чтобы я не буду портить, это просто простой процесс. чтобы выстрелить. Вот такой дротик, положим, он сделан, да? Мне нужно определенные усилия, и для того, чтобы он воткнулся в жертву, мне нужно очень серьезные усилия, да? Так вот, вот видите, вот такая тубина, вот это примерно столько, мне нужно усилий, да, чтобы кинуть вот такой топор. Топор намного эффективнее. Вот, смотрите, вот такая дубина и вот такой топор, который легко пронзает добычу. Ну, понятно, что это не на спортивное метание, там, на неизвестно какую дистанцию. Но вот примерно с такой дистанции, вот как до дерева, я легко поражу дичь или ту цель, на которую рассчитан вот этот топор. Я не буду демонстрировать, потому что если я его всажу, во-первых, дерево живое, во-вторых, я буду очень долго вытаскивать. Итак, к чему это я все говорю в двух словах? Значит, я говорю реальные вещи, те вещи, которые мне самому нравятся, те вещи, которые помогут вам выжить, помогут вам выжить в условиях непростой нынешней жизни. Великое переселение, очередное, началось на нашем небольшом земном шарике. Уже 60 миллионов человек перемещаются с одной территории на другие. Они не всегда дружественны к вам. И поэтому вам поможет выжить топор Атамы Кинг. И в этом небольшом видеосюжете я показал, в общем-то, как можно использовать его в качестве небольшого метательного дротика, не теряя сам топор. Что еще я хотел бы сказать? Конечно, по поводу возможности использовать топор как дротик, у нас есть отдельный, совершенно уникальный, совершенно новый способ использования его для более серьезного оружия в качестве дротика. Об этом будут следующие видеосюжеты. А сейчас я вам рекомендую иметь такой топор вот с таким штырем, и он вам заменит элементарно любое копье, с которым вы можете поразить двуногую, либо другую дичь. Спасибо! Продолжение следует...